Великий труд, оставшийся в наследство церкви от святителя Иоанна Златоуста, это составленный им чин божественной литургии. Именно литургия Иоанна Златоуста служится большую часть года в наших церквях. В переводе с греческого «литургия» — это общее дело, это главное богослужение, во время которого осуществляется таинство Евхаристии или Причащение. Тогда хлеб и вино преосуществляются в плоти кровь Иисуса Христа. Литургия Иоанна Златоуста немного короче, чем литургия Василия Великого, которая служится всего несколько раз в год. Святитель Иоанн был родом из Сирии, сохранивший апостольские традиции. Исследователи сходятся на том, что он опирался на них, составляя византийский чин богослужения. У литургии три части. Первая — проскомидия или подготовительная. Вторая часть — литургия оглашенных, должна приготовить верующих к присутствию при совершении Евхаристии. Третья часть — литургия верных, на ней совершается само таинство. На небе словословят ангельские воинства, на земле люди подражают такому их словословию. На небе серафимы взывают тресвятую песнь, на земле множество людей возносят ту же песнь. Составляется общее торжество небесных и земных существ. Одно благодарение, один восторг. Так писал святитель Иоанн Златоуст о литургии.